Кто вы такой, Владимир Владимирович? Вот вы устроили коронавесие по всей стране. Вы на людях ставите опыты медицинские или ваши подчиненные ставят опыты, а вы этому покровительствует. Рост количества человеческих жертв является целевой функцией данной системы. Если вы страну уничтожаете, то вам каждый лишний рот – это то, что отщипывает кусочек от вашей яхты, если говорить грубо. Этот рот должен быть отрезан вместе с головой, чтобы брать не хотелось. Поэтому задача утилизации населения – это задача, которая стоит в повестке дня. Объективно Российская Федерация отдает свою врачебную систему под управление Всемирной организацией здравоохранения. Население Российской Федерации строго в соответствии с мечтами медицинской уверенно сокращается. Человек не чувствует никаких угрозений совести от того, что он организовал массовое истребление людей, по сути дела, если я правильно понимаю политику. Поймите, что это будет другой мир. Он будет для нас люто неудобен, потому что мы реагировали дискомфорт. Будет очень страшно. Если бы Владимир Владимирович не нравилась бы эта ситуация, эта политика, которую он проводит, но на самом ходу, конец и слухой жизни, да. Викс политика государства направлена на истребление граждан Российской Федерации. А как по-другому это можно объяснить? Смертность пошла вниз, а это непорядок. Нужно поддерживать смертность на высоком уровне. Нужно, чтобы люди умирали. Понимаете, у Владимира Владимировича очень много конкретных вопросов. Эти слова должны трансформироваться в действие. Вот когда трансформируются в действие, тогда будем разговаривать. Все слова правильные. Вопрос, какое они имеют отношение к реальности. В Банке России держат Небиуль, в Минфине держат Силуанова. Рассказывает нам непонятно, что про известные заболевания и про вакцинацию. Но как к нему относиться? Простите. Мы много раз уже говорили, что страной управляет де-факто Голикова, Попова, Мурашка, Динсбург, кто угодно, но не Путин. Как относиться к человеку, который самоустранился от управления страной с ядерными ракетами? И вот, значит, у нас полтора года была сверхсмертность. До лета этого года. Сначала люди умирали в связи с коронавирусом. Могильщик же не знает, человек умер от короны или в связи с отказом от медицинской помощи. Он может судить в общем. То есть есть некоторые медианные. Вот плюс 25 процентов было к этой медиане. Летом люди умирали от жары. Хотя все визжали о коронавирусе, как резаные. А сейчас, с конца лета, когда жара спала, наоборот, медианы минус 25 процентов. То есть люди ослабленные в основном умерли. Остались те, кто может выживать даже при российских властях. И вот как только вот этот спад смертности пошел, вот тут-то коронавирусные меры ввели. Моя гипотеза. Почему ввели? Спад смертности пошел вниз, смертность пошла вниз. А это непорядок. Нужно поддерживать смертность на высоком уровне. Нужно, чтобы люди умирали. Значит, мы включаем режим паники. Значит, мы включаем режим коронавирусия. Потому что это что? Это дополнительный отказ медицинской помощи тем, кто от этого нуждается. Можно убивать больше людей. То когда власть ведет себя как шизофренику, причем ведет уже очень долгое время, есть все основания для беспокойства. Это государство, эти козлы и шури медведей, они создали машину по истреблению людей. И они понимают, что им так не нравится ГИД. Они реализуют его завет. Они реализуют гитлеровский план. Пост в чистом виде. Уже научные работы написаны. Реализация гитлеровского плана. Пост в пусинскими властями. Научные работы. Сколько людей убил Чикатило? 84? Сколько людей убили оптимизатора здравоохранения? У нас сверхсмертность на душу населения выше, чем количество расстрелянных в 1937 году. Эти оптимизаторы хуже ежовских палачей, ежовских мясников. Они истребляют нас. И при этом они занимают официальную должность. Ни один оптимизатор не сел в тюрьму. Ни один. Они все получают от Путина награды и повышения. Это грозит просто истреблением людей с непонятными последствиями, с непонятной перспективой. И этим негодяям даже не стыдно по России ездить. Понимаете, им не стыдно людям в глаза глядеть. Они, видите, Гиммлер, когда приехал в концлагерь, один раз он приехал. Его там стошнило через 30 секунд. Он больше никогда там не появлялся. Гиммлер. А эти по всей стране ездят, как ни в чем не было довольны. Им совершенно безразлично, что нам говорить. Им правда безразлично, что нам лгать. Эти люди до сих пор нам рассказывают, что повышение пенсионного возраста – это хорошо и необходимо. Повышение пенсионного возраста – это массовое убийство людей. Ситуация, когда в федеральный бюджет от денег захлебывается. Там 18,8 триллионов рублей. Это годовой доход федерального бюджета лежит там без движения. И они этим гордятся. Они гордятся массовым истреблением и массовым ограблением граждан Российской Федерации. То есть это убийцы, это маньяки, у которых руки по локоть в крови и которые этим публично гордятся. Зарплата упала на одну четверть. Раньше когда-то люди в нашей стране работали за еду. Теперь люди работают за оплату коммунальных услуг. Понятно, что сокращение зарплаты в мегаполисе с понятным уровнем цен – это подготовка России к Майдану. Это часть общей политики. Вот это и есть психическое расстройство, когда люди на голубом глазу притворяются, что у кого-то нет каких-то полномочий. А МВФ уронит нам рейтинги, вашу мать, а вы долги не платите и все. В чем проблема? Нахрен вам эти рейтинги? Вам никто семь лет не дает взаймы. Какие рейтинги? О чем речь? Вы за политикой Владимира Владимировича Путина внимательно следите. А повышение пенсионного возраста – это что с точки зрения психиатрии? А оптимизация здравоохранения – это что с точки зрения психиатрии? А дебилизация детей, ЕГЭ – это что с точки зрения психиатрии? Я так, с психиатрами на эту тему разговаривал. Они мне все на медицинском языке прописли. Я просто не могу этого воспроизвести. Потому что это слишком страшно. Это вам не паранойя, это вам не шизофрения. Это намного все страшнее. Простите, каков пуп, таков и приход, черт возьми. Государство отказывается от своих обязательств перед нами, своими гражданами. Государство нас с вами кинуло и продолжает кидать дальше. Уничтожение социальной сферы, чтобы выжить из нас больше денег, чтобы не лечить нас, чтобы не учить нас, а по сути дела грабить – все это лишает людей часто самой возможности даже самого убогого существования. В целом, обрушение нашей страны в смуту – это всего лишь вопрос времени. Когда государство отказывается от своих фундаментальных, неотъемлемых обязательств перед нами, а какое у него есть право что-то хотеть от нас, оно нас уничтожает. Нам надо помочь власти стать более эффективной и демократичной. Если мы не поможем власти стать более эффективной и демократичной, она умрет. И нас с вами загонят в могилу вместе с собой, а скорее всего и раньше себя. Как загнало в могилу людей, которые погибли в рамках так называемой сверхсмертности прошлого года и сверхсмертности этого года. Это официальный термин. Государство для чего существует российское? Насколько я могу понимать, главный функционал государства – это разграбление социального наследства. Когда вы воруете, нужно, чтобы людей было как можно меньше. Это рты. Власть привыкает к тому, что она может давить людей. Но если я людей могу давить, зачем деньги-то платить? Раз придавил, три два придавил, три придавил, здесь отнял, здесь отнял. А они все голосуют и голосуют за единую Россию. Ну, ребят, ну отлично. Это же был советский анекдот, что если приказать людям повеситься, то, значит, все зададут вопрос, а веревки и мыло с собой приносить и навести его. И это же отражает очень четкое отношение власти к людям. Вот. И здесь то же самое. Власть привыкла, что просто представьте себе. Все время начало национального предательства. С 87 года. Это уже 34 года. Дольше, чем льня Муромес-напечили. И грабить людей – это единственный способ укрепления своей позиции в иерархической пирамиде. И единственный способ, так сказать, улучшения своего состояния. Это абсолютно безнаказан. Вот как только вы пытаетесь этих позаботиться, вам по голове и нафиг. Дай бог, если в отставку, то и босс. Это быдло будет думать то, так и о том, что, как и о чем мы будем показывать ему по телевизору. Еще когда? Она будет думать тогда, когда мы ему это покажем по телевизору. Вот, пожалуйста, вот эта работа, так сказать, на уровне президента. Когда президент обладает интеллектом, который позволяет держать на работе кудрино, человек, который служит финансовым спекулянтом против своего народа. И чем хуже в стране, тем сильнее колеблются рынки, тем больше они зарабатывают. Это рабство абсолютно. Это абсолютное рабство. Эта система не считает людей людьми. Но если бы она считала, она просто вела бы себя чуть по-другому. Это не про развитие. Это про текущее выживание, которое рано или поздно закончится. Потому что у того, кто выживает, любая ошибка является последней. А тот, кто строит, тот, как Сталин, может совершать неограниченное количество ошибок, учитываясь стратегия. И может сделать любые ошибки, потому что потом в процессе строительства их можно исправить. Вот, посудите, в какую ловушку загналась себя государство-бюрократия. Они выписывают все бешеные заработные платы, но не хотят платить налоги этому государству. Этой стране, этим людям. Это вполне логично. Когда вы кого-то грабите, вы не хотите ему платить. И если предположить, что наше государство создано для разграбления нашей страны, и для ограбления нашего народа, и для переработки людей в личные богатства, в личные яхты, то тогда, конечно, странно платить налоги этим людям. То есть у нас регрессивная шкала. Чем вы беднее, тем больше с вас дерет государство. При этом в ситуации, когда более 70% населения, если верить социологии Фомоса, имеют доходы, которые не позволяют ему с текущих доходов покупать крупную бытовую технику, то есть более 70% населения, там 73-75, бедно, то основная часть этих людей, эти повышенные налоги, платить не может физически. Это, как Владимир Владимирович Кутин говорит, свобода. Мы никого ни к чему не принуждаем. Поэтому это некоторое, так сказать, желание. Грубо говоря, подыхайте, граждане, а мы о вас будем заботиться и дальше. Есть два механизма, на которые власть обращает к нему. Первое – это массовое нарушение закона. В виде перекрытия дорог, публичных митингов и так далее. Я не могу к этому призывать, потому что это запрещен закон. Я не могу, на самом деле, требовать граждан России отказаться от нарушений законов и требовать исполнять законы. Потому что, как показало дело Платошкина, призыв к соблюдению российских законов в глазах российского суда является уголовным преступлением. Это реально. Россия не должна быть конкурентоспособной. Это установка российского государства. И, соответственно, Россия не должна быть нормальной. У нас же все хорошо с ростом цен. Вы не понимаете. У нас 7,4% годовая инфляция. Вы о чем? Все хорошо. Нет никаких точечных ограничений. Творите, что хотите. Сейчас ипотека навязывается уже тем, для кого она принципиально недоступна. То есть, кто потом будет лишаться этих своих квартир в человениках и выкидываться в чистое поле или в общежитие на 6 квадратных метров. Пригнали две баржи антрацита, высыпали на берег. Потом, значит, привели комиссию, показали. Вот, смотрите, антрацит прямо на поверхности. Государство уничтожило у себя структуру развития. Эти структуры придется создавать заново. Научишься, как этот, займешь его место. Не научишься, как этот, пойдешь тачку на стройку катать. Когда я ем слишком много и когда я ем слишком мало. Лекарство от лечения ожирения осуществляется не теми методами, которыми осуществляется лечение дистрофии. Это разные ситуации. То же самое с деньгами. Когда у вас в экономике слишком много денег. Да, нужно делать деньги дорогими. Нужно повышать процентную ставку. Нужно, так сказать, ограничивать объем денежной массы. Но у нас-то абсолютный денежный голод, который, кстати говоря, Банк России отрицает категорически. Надо отдать должное. Набирона повысила монетизацию экономики в 40 до 48%. То есть доля М2 денежной массы КВВП. Но это все равно совершенно недостаточно. У нас денег катастрофически не хватает. В этих условиях инфляция вызывается немонетарными факторами. Инфляция идет издержки. Из-за того, что у нас неконкурентная экономика. И вызвана произволом монополий. Который тоже закладывается в издержки. В этой ситуации, когда вы делаете деньги дороже, процентную ставку повышаете. Это проинфляционная мера, а не антиинфляционная. Потому что эти подорожавшие кредиты, все, кто может их взять, от торговли до стройки, закладывают в себе стоимость продукции. И все. И цены подскакивают на эту величину. Это сейчас усиливается налогообложение металлургов на внутреннем рынке. Просто у нас сталь будет дороже. Какие вопросы? Причем я задаю вопрос зампреду Банка России, который эту тему поднимает. Он говорит, что если цены растут, значит, денежная масса избыточна. Потому что если бы денежная масса не была бы избыточной, цены бы не росли. Они вообще не подозревали. То есть, знаете, Набиулина кто-то слышал о том, что бывает инфляция вызвана немонетарными методами. А уже ее зам, который непосредственно разрабатывает денежную кредитную политику, про это даже не слышал ничего. Понимаете, есть такой образ обезьяна с гранатой. Значит, цены на коммуналку устанавливаются государством. Они устанавливаются государством. Сейчас принимается бюджет на следующий год. В том числе коммунальных организаций. В том числе региональный бюджет и местный бюджет. Соответственно, когда мы принимаем бюджет, мы должны понимать, кому какие дотации мы будем платить. Величина дотации зависит от уровня коммунальных услуг. В том числе. Потому что, в частности, региональные бюджеты, многие региональные бюджеты доплачивают. По-моему, все региональные бюджеты доплачивают. Если у вас доля семейных расходов, если у вас коммуналка и доля семейных расходов превышает где-то 22%, где-то 15%. То есть, это вопрос принятия бюджета на следующий год. С другой стороны, у нас цены повышаются с 1 июля тарифы. А не с 1 января. Потому что, по-моему, в 2018 году были президентские выборы. И чтобы не портить президентские выборы, повышение цен перенесли с 1 июля на 1 июля. С 1 января на 1 июля. Насколько происходит увеличение? Считается, что должно быть ниже инфляции. Или на уровне инфляции. Поэтому 6% это странновато. Это признание реального уровня инфляции. Ну, хорошо. Попытка признать что-то, напоминающее реальный уровень инфляции. Другое дело, что все эти оценки, они мало на чем основаны. Потому что государство вынуждено учитывать реальный прогноз инфляции на следующий год. А этот прогноз является бредом. Откровенным и честным бредом. Но в рамках господствующего бреда это нормальные действия. Ритуальные и отчасти правильные. У нас же все хорошо с ростом цен. Вы не понимаете. У нас 7,4% годовая инфляция. Вы о чем? У нас в следующем году будет 4% инфляции. Зачем какие-то меры предпринимать? Все хорошо. Я спрашиваю у представителей Минэкономразвития. А как вы будете сокращать инфляцию почти вдвое? А это не...